От Советского Информбюро Отственность нам подарили скандинавы, веру греки, письменность болгарам, культуру, науку, архитектуру немцы, французы, итальянцы. Интересно, кто подарил нам героизм, кто заставляет нас стоять до последней капли крови при любом режиме за свою землю. Я хочу вспомнить слова, которые стали пророческими. Слова князя Святослава. Его войско попало в окружение. Малым числом, сказал князь своим воинам, мы встали против врага. Так не посрамим же земли русской, костьми ляжем, мертвым сраму нет. Вот с тех самых пор до Христа и со Христом льется кровушка наша, потому что завистников нашей огромной территории много. Врунов много, болтунов много. Очень жаль, что воспитывается поколение молодых, которые продают землю нашу. Которые обманывают пенсионеров и считают, что ничего лишнего. Это бизнес. Откуда такие выродки только рожаются на нашей земле, окропленной кровью. Отсюда и до Москвы все города на костях стоят. Дорогие братья и сестры, русская православная церковь, как бы ее ни ругали, каждый день взывает к Богу на своих молитвах за город наш, за страну нашу. Мы такие же жители и соотечественники ваши. И через сердце наше проходит граница. И мы все прекрасно понимаем и чувствуем. Вот два года назад мы с вами тряслись от холода. А сегодня, как в Париже, как в Европе стоим с комфортом. Меняется все. Уйдет плохое и придет время, когда процветет наша страна еще больше и лучше. И уйдут завистники в небытие. Слава нашим героям. Слава всем тем, кто стоит и держит память о наших предках. С нами Бог. Кто против нас? Храни, Господи, великие луки и его славных жителей и трудовых и боевых героев. С праздником! Слава вам! Слава вам! Слава вам! Слава вам!